Привет! Так, друг недавно один обрадовал, говорит, брат, поздравь меня, устроился на работу мечты. Я такой, что за работа мечты? Рассказывай. Он говорит, вахта. Я говорю, давай отсюда поподробнее, что за мечта у тебя такая? Он говорит, ну ты прикинь классно же, говорит, месяц не работаешь. Я говорю, а ты договор весь читал? Там до этого месяц работаешь, ты в курсе? И после этого месяца. Это вообще принцип вахты, месяц работать, месяц не работать. Он говорит, ой, ты душный. Я говорю, ну давай удачи, через месяц увидимся. Блин, ну я не знаю, что такое работа мечты? Давайте разбираться. Работа мечты. Для меня слова работа и мечта вообще не должны быть в одном предложении. Ты какое вообще не амбициозное чмо, что ты в своих мечтах работать собрался. Я честно скажу, я в своих мечтах неприлично богат. Я там тварь вообще, я там мразь вообще. Мне кто-то что-то говорит, я просто пачка денег, рот закрываю человеку и все. Я в своих мечтах богат, потому что вы там мечтаете работать. Вы на меня работаете там вообще, спасибо вам большое. Работа мечты. Не знаю, я слышал раньше, я видел такое, друзья репостили в этом ВКонтакте. Помните эти вакансии мечты они репостили, типа «Подниматель пингвинов в Арктике». И писали «Работа мечты», «Обниматель панд». Я такой, прикольно, согласен. Но мне кажется, это весело только первый месяц. Если ты 16 лет поднимаешь пингвинов, я уверен, там будет тип, который просто пингвинов вот так ногами поднимать будет ходить. Чего вы падаете постоянно? Пингвин так лежит на хвост, ему сильно наступает, чтобы он вот так встал резко. Панды, ну друг друга обнимите, я вам прям нужен что ли? Давайте вы пингвинов будете обнимать, чтобы они не падали. Оптимизатор процесса, блин. Работа мечты. Да, мне кажется, вообще в словосочетание «работа мечты» верят психологически уязвимые люди. Ими легче манипулировать вообще. Таких охотно берут на работу большие корпорации. Типа, позвонил ему, просто говоришь, алло, Саша, давай сегодня надо на работу мечты выйти. Да, там, да-да-да, в субботу мечты. Да. Надо этот, отчет мечты доделать. Да. Там можешь кофе мечты попить, на лифте мечты покататься, что ты там еще любишь. И все, этот Саша ходит, бедолага, работает весь месяц, верит во все это. В конце месяца приходит уставший шеф, что насчет зарплаты мечты? Говорит, ой, иди нахуй размечтался. И все, человеку обрубили крылья, он падает обратно. И вот, ребят, если вдруг попадете в такую ситуацию, просто шефу скажите, блин, шеф, мне по выходным нельзя мечтать. И все, и кайфуете, ждите понедельника. Да, блин, работа мечты, да. Я поэтому безработный. Вот, я оберегаю мечту, я вот так это называю, да. Более того, знаете, что я недавно размышлял, мне кажется, вообще не все работы для всех. Я считаю, что не все работы для женщин. Вот, попахивает, чувствуете, запах сексизма. Это я принес, да. Блин, не знаю, я считаю, что женщины не должны работать в доставке. Вот, я против того, чтобы женщины работали курьерами. Объясню почему. Я недавно заказал продукты, открываю дверь, а там курьер, женщина. Мне, во-первых, стало жалко ее, поясницу, потому что я очень много заказываю. Там, она просто стоит передо мной, как солевая, вот так вот. Я говорю, ну, сними, я же вижу, тебе тяжело. Че ты паришься? Жалко так вообще. Во-вторых, я клянусь, она мне когда пакеты с едой, ну, так протягивала, я когда взял, я чуть не сказал, когда дома доберетесь, напишите. Это что такое вообще? Откуда у меня такое сострадание к незнакомой женщине вообще? Что это такое? Не знаю, это так странно вообще. Это женщина доставки точно не должна работать. Вот, даже статистика против вас. Вы в курсе, что топографический кретинизм? Да, весело, да, вам уже? Да, я уверен, в зале есть женщины, которые не собирались на стендап сегодня вообще. Пришли такие, о, стендап, да? Ну, ладно, стендап. Я вообще за хлебом выходила. Да, топографический кретинизм просто у женщин по статистике встречается чаще, чем у мужчин, среди мужчин. Ну, там, статистика такая, 51-49, вот. И поэтому очень странно будет, если женщина будет доставки работать. Я бы не хотел в приложении увидеть, курьер будет через 5 минут, через 10. Курьер вам вообще ничего не должен. Давайте встретимся на нейтральной территории. Да, женщина в доставке. Да, все равно как-то не покидал ощущение, что ущемляю женщин. Я потом, знаете, как выровнялся. Я взял пакет, рассказываю, что было дальше этой истории. Беру пакеты с едой, иду на кухню, ставлю на стол, открываю, обнаружил, что нет картошки фри. Я такую хуйню не прощаю никому. Ни мужчинам, ни женщинам. Вот вам равноправие. Все, я сразу, я пишу, все, сразу. Заявление в полицию. Это уголовное дело, меня обокрали. Где моя картошка фри? Я реально, я написал в службу поддержки, я говорю, так-то, так-то, произошло, не хватает заказа картошки фри. Они говорят, они ответили, говорят, мы сожалеем, что так произошло, вы не могли бы сфотографировать ваш заказ? Я говорю, интересно, конечно, вы бы чуть раньше попросили, там уже ничего не осталось, я с пакетами съедаю уже все. И на самом деле, я посидел, подумал, а что они имели в виду? Я им пишу, я правильно вас понял, вы хотите, чтобы я сфотографировал вам отсутствие картошки фри? Мне кажется, он в конце сам охренел, такой, блин, действительно, что это докопался до человека? Он же не может дать заднее, типа, блин, да, затупили. Он пишет, да, просто, да, ждем фото. Но я тоже не тупой, я сфотографировал пустой стол. Все, скинул ему пустой стол. Как мне интересно, что было на том конце. У меня он так сидел, смотрел на пустой стол, позвал коллегу, Серега, иди сюда. Ты видишь картошку фри? Вот и я не вижу, держи деньги, братишка. Все, вот, деньги вернули, женщина уволена, я своего добился. Блин, я серьезно, я задумался, а что не так? Вдруг это вообще рецидивистка какая-то? Вдруг я поймал рецидивиста, что они такие по базам посмотрели. Блин, действительно, у нее в каждом заказе не хватало картошки фри. Она в этот момент сидит на даче, всю картошку фри такая собрала, с ума сошла с ними разговаривать. Я вас спасу, братишки, и ваших братишек тоже.